МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шлемс тут привет всем молодым, умным и активным. В новостной ленте ВУЗ-блога наиболее интересные события из жизни самого крупного университета региона. Итак, пятиминутка запущена, начинаем. В СКФУ подведены итоги конкурса социальной рекламы «Время решать». Он проводился в ВУЗе в рамках тематического марафона во второй раз. В каждой из четырех номинаций социальный плакат, инсталляция, видео и аудиоролик развернулась нешуточная борьба. В итоге призы достались самым креативным авторам. Отдельно организаторы отметили ребят, решивших в преддверии празднования Великой Победы отдать дань памяти ветеранам. Лучшие социальные плакаты студентов вскоре можно будет увидеть на улицах Ставрополя. Виктори Дэй прошел в крупнейшем университете региона. Конкурс Олимпиаду по иностранным языкам под девизом «Я помню, я горжусь» также приурочили к 70-летию Великой Победы. В финал вышли девять обучающихся – студенты СКФУ и школьники. На английском, немецком и французском языках они рассказывали о своих родных, защищавших родину от захватчиков, и героях, увековеченных в их родных городах и селах. Победители в различных номинациях получили заслуженные грамоты и призы. Масштабная акция Северокавказского федерального университета «Мы помним» прошла в Парке Победы Краевого Центра. Она была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Студенты СКФУ, их коллеги из других федеральных университетов страны, а также обучающихся вузов из соседних республик, всего свыше тысячи человек, приняли участие в квест-игре и флешмобе «Вальс Победы». Также прошло шествие с Георгиевской лентой. Подробный отчет о патриотической акции смотрите в следующем выпуске ВУЗ-блога. И в продолжении темы. Самая высокая гора Кавминвод покорилась ставропольским студентам. Для чего молодые патриоты отправились на Бештау, и какой символ Победы они с гордостью развернули на ее вершине? Об этом в нашем следующем материале. Студенты крупнейшего вуза региона покорили Бештау. Восхождение на самую высокую гору Кавказских минеральных вод состоялось в рамках патриотической акции «Вперед к победе». Ее участниками стало около сотни студентов всех институтов и филиалов вуза, а также ребята из лицея для одаренных детей СКФУ. Чтобы попасть на данное восхождение, нужно было им рассказать в социальной сети ВКонтакте, в специальной группе о своих прадедах и дедах, которые воевали в Великую Отечественную войну. Некоторых это побудило даже раскопать некоторые архивы, найти фотографии, медали какие-то почистить, достать. Своими рассказами и видеоинтервью студенты делились несколько месяцев. Авторы лучших историй и стали участниками восхождения. У подножия Бештау ребят разделили на команды дивизии, освобождавшие Ставрополье от фашистов. Отсюда с копиями знамен своих формирований студенты отправились покорять Малый Тау, вторую по высоте вершину Бештау. Здесь на высоте 1253 метра ребята развернули огромное полотнище, стометровую георгиевскую ленту. Спуск с этим символом победы стал самым незабываемым моментом для участников акции. Когда все вместе мы начали георгиевскую лепочку протягивать, мы почувствовали такое объединение команды, и поэтому ощущения остались очень приятными. Я очень хочу, чтобы об этой акции узнало как можно больше людей, и каждый год мы делали такие восхождения. Не забудут участники акции и курс молодого бойца. Организаторы устроили для ребят необычный квест. На каждой станции команды, они же дивизии, ждали испытания. Ребята демонстрировали умение ориентирования по азимуту с помощью компаса и знание истории Великой Отечественной войны. На одной из станций студенты оказывали первую медицинскую помощь раненым бойцам, а здесь складывали костры разными способами. Когда все испытания были позади, ребята отправились домой. Многие из них обязательно примут участие и в других акциях ВУЗа, приуроченных к Дню Победы. А теперь переходим к ВУЗ по 100 недели. В рубрике «Стутвид» лучший с хэштегом «СКФУ». На первом месте фото сообщения от Совета обучающихся СКФУ. Ребята рассказывают о военно-патриотической игре, которая проходила в Таманском лесу в рамках 70-летия Победы. ВУЗ-фолловеры надеются, что данное мероприятие станет ежегодным. На втором месте пользователь Иван Иванов, который посетил спектакль народной театральной студии «Мы» – «Алиса в стране чудес». Мы желаем ребятам творческих успехов и громких премьер, которыми они порадуют своих зрителей, в том числе и Ивана. А на третьем месте пользователь с ником «Ололо2407». У девчонок Института математики и естественных наук сейчас идет предзащита дипломных работ. Но они находят время отдохнуть и сделать необычное селфи, за что и попадают в наш рейтинг. Желаем ВУЗ-фолловерам еще большей активности и напоминаем, что нашу программу и еще много полезной информации вы можете найти на официальном сайте Северокавказского федерального университета. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи.